Считается, что на каждые 10 тысяч млекопитающих, родившихся на Земле, приходится один альбинос. Альбинизм у животных встречается очень редко, и большую часть времени этих существ регистрируют и анализируют. Однако есть некоторые существа, которые ускользнули от внимания и наслаждаются безопасностью и защитой своей стаи и окружающей среды. Ниже вы увидите фотографии Ники Керца, туриста и фотографа, который был на сафари в Африке, когда заметил нечто невероятное, редкое и совершенно волшебное, маленького очаровательного розового слоненка, играющего у реки. Он страдает альбинизмом и привлекает к себе внимание. Многие животные альбиносы борются за то, чтобы выжить и быть принятыми остальной частью семьи. Мы просто надеемся, что эти существа получат любовь и внимание, которых они заслуживают. 58-летний Ники Керца был в Африке на сафари, когда увидел нечто впечатляющее. Однажды во время отпуска он и его семья заметили группу слонов. Там был маленький слоненок с большими розовыми ушами и розовой кожей, покрытой грязью. Он был рядом с матерью и пил воду из реки. Малыш страдает альбинизмом, крайне редким явлением у африканских слонов. Как и люди, существа с альбинизмом страдают от отсутствия цвета кожи, волос, чешуи или перьев. В отличие от людей, альбинизм у животных считается наследственным. Глядя на слоненка, трудно представить, как его состояние повлияет на всю оставшуюся жизнь. Он столкнется со многими опасностями, особенно пока он маленький. К счастью, детеныш будет расти в относительной безопасности на территории национального парка, где его будут защищать от браконьеров и охотников. Со временем длительное пребывание на солнце, вероятно, повредит слону и его кожа, у которой отсутствует надлежащая пигментация. И возможно, как и другие животные альбиносы и люди, он будет страдать от слепоты в более позднем возрасте. Несмотря на возможные трудности, ребенок был совершенно счастлив, играя со своей семьей и друзьями. Я сделал несколько очаровательных снимков розового слона. На некоторых кадрах также видны ноги других слонов, где можно увидеть разницу в цветах, так как маленький слон-альбинос красивый и розовый. Фотограф сказал, что посещал этот парк с детства. За все эти годы он не видел ни одного слона-альбиноса. Имея это в виду, я подумал, что это будет уникальная возможность сфотографироваться, добавил он. У большинства видов животных альбиносы сильно отличаются от других существ и иногда считаются странными и неестественными. В результате многие существа с альбинизмом отвергаются себе подобными. К счастью, кажется, что этот слоненок принят своим стадом, который любит и защищает его. Мы надеемся, что этот ребенок растет здоровым и мирным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.